Пряничный домик, пряничные фигурки. Если есть кукольный театр, то здесь в прямом смысле пряничный, со съедобным реквизитом. Его готовили по старинному рецепту, который достался педагогу Татьяне Юниной от архангельской пряничницы. Рецепт архангельских козуль. Она мне передала этот рецепт. Это рецепт домашний, очень старинный рецепт. Она учила мне, когда мне было 22 года. И вот с тех пор, каждый год я занимаюсь пряниками. 25 лет работаю в Центре детского творчества. И 25 лет мы проводим уроки по выпечке и росписи пряников, учим детей расписывать пряники. Основной секрет рецепта в том, что здесь используется жженый сахар. Из-за этого тесто имеет темный цвет. Также здесь мед и большое количество пряностей. Корица, гвоздика. Именно поэтому они пряники. Храниться такое лакомство может год, не теряя своих вкусовых качеств. После выпекания пряники расписываются глазурью. Именно она отличает архангельские козули от тех, что делают в Туле или Покрове. Дети тоже помогали. Семья Мараховских испекла пряничные домики. Шоу в мультипекаре делали в формочках. Сложно склеивать, потому что глазурь не сразу склеивает, а сначала они расползаются. И как вы решали этот вопрос? Ну, держали стену, крышу потом. Традиция выпекать пряники в Центре детского творчества уже давно. А вот идея сказки появилась в этом году впервые. Не хотелось просто съесть красивые пряники. Хотелось дать им творческую жизнь. Ребята репетировали на картонных фигурках. Мишки, елочки, котика и других. Которые потом использовали как формочку для настоящих пряничных героев. Мы придумали такую сказку. Есть такая сказка у братьев Гримм. Это пряничный домик. Но там совсем немножечко по-другому. Мы придумали свою такую сказочку зимнюю. Сюда вставили калятки, то есть вот как зимой, потому что это уютно. Пряники пекли обычно к Рождеству пекли. Постановку делали совместно с Оксаной Прохоренко, педагогом ЦДТ. Уже после того, как спектакль отыграли, вышли все в коридор, где водили хороводы, пели народные песни. А после всем раздали по прянику. Этого ребята ждали больше всего. Анастасия Спилина, Юрий Дубрунов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.